Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 20 июля, и традиционно рассматриваем евро-доллар и фунт-доллар, по которым, вероятно, состоялась смена приоритета, евро преодолел ключевые уровни и, похоже, закрепился выше, что дает основания для продолжения роста. Британский фунт консолидируется, однако есть основания полагать, что коррекция на этом могла закончиться, и пара пойдет вслед за евро. Японская иена также консолидируется, ключевой уровень, за которым могло начаться восходящее движение, не был преодолен, а значит, есть смысл перейти на вариант со снижением. Итак, евро вырос, не подтвердив ожидаемый сценарий и закрепившись выше разворотного уровня. Пара с момента последнего обзора сначала пробила сопротивление на 1.1336, после чего вышла за пределы разворотного уровня на 1.1368, впоследствии протестировав его с обратной стороны. В настоящий момент можно уже более уверенно говорить о том, что ожидания по коррекционному снижению не подтвердились, цена торгуется в районе 1.1450. С учетом этого контекста можно говорить о том, что в паре состоялась смена приоритета с нисходящего на восходящий. Вероятно, коррекция вскоре состоится, однако подтверждения этому пока нет, поэтому рекомендую быть осторожными. Что касается актуального графика, текущая обстановка сейчас больше располагает к продолжению роста, пока цена находится выше обозначенных уровней. Вероятно, может состояться локальная коррекция в область поддержки на 1.1368, отбой от которой нацелит покупателей выше в район 1.1486 с потенциальным проходом до 1.1571. Старт к началу коррекции с отменой текущего сценария состоится при снижении и закреплении ниже текущего разворотного уровня на 1.1336. Британский фунт взял паузу в своих попытках снижения, целевые уровни по снижению достигнуты не были, цена остановилась в районе 1.2508, найдя уверенную поддержку и начав консолидироваться выше. Сейчас уже очевидно, что пара торгуется в диапазоне между 1.2508 и 1.2639. Судя по всему, есть некоторые основания считать, что коррекция на этот момент завершена и нынешний флэт может завершиться последующим ростом. Поэтому можно ожидать смены приоритета с нисходящего на восходящий. На актуальном графике сейчас цена торгуется в области выше важного сопротивления на 1.2581 и вплотную приблизилась к уровню 1.2639. Если с первого раза цена не сможет над ним закрепиться, это, вероятно, может привести к локальной коррекции и ретесту уровня поддержки на 1.2508, отбой от которой уже нацелит пару к локальному максимуму в районе 1.2667, а при его преодолении потенциал роста сохраняется вплоть до 1.2788. Отмена данного сценария с возвратом к приоритету с нисходящим движением состоится при снижении ниже области разворотного уровня на 1.2460. А вот японская иена ушла в боковик, торгуясь между уровнями 106.96 и 107.33. Ожидаемого роста не получилось, в прошлом обзоре определяющим моментом была необходимость цены закрепиться выше поддержки на 107.33, однако этого не случилось, продавцы не позволили котировкам пройти выше, несколько попыток пробоя успехом не увенчались. Это наталкивает на мысль о том, что вероятность снижения пары имеет потенциал для реализации, если уровень 107.33 останется нетронутым, в ближайшей перспективе следует ожидать обновления текущих минимумов. Ну и вот на данный момент цена торгуется ниже текущего сопротивления вблизи середины образованного канала. В случае ретеста сопротивления на 107.33 с последующим отбоем от него пара нацелится сначала на предыдущий локальный минимум в районе 106.70, а при его преодолении потенциал снижения лежит в области 106.40. Отмена данного сценария и переход к приоритету с восходящим движением состоится при росте выше разворотного уровня на 107.50. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.